Гомельщина для вас регион особый. Все потому, что родной, здесь долгое время жили и работали, уверен, за Гомельской областью. По-прежнему особый контроль, такой отцовский. По каким направлениям гомельчане в лидерах, а где все еще не дорабатывают в построении государственной молодежной политики? Ну, знаете, я скажу так, что конкуренция на поле молодежной политики очень высокая. И мне очень бы хотелось, чтобы гомельчане всегда занимали достойное место. И по большому счету это так и получается. Ну, к примеру, в сфере занятости молодежи и студенческих отрядов сегодня гомельчане одни из лидеров, а по трудоустройству молодежи это лидеры. Конечно, мне это приятно. Мне приятно, что задачи, которые сегодня ставятся на уровне областной организации Союза молодежи, они поддерживаются в органах исполнительной власти. То есть сегодня вопросы важные, занятости, профориентации, они занимают ведущее место на гомельчане. Мне очень приятно, что Союз молодежи сегодня объединяет большое количество, порядка 80 тысяч молодых девчонок и ребят. И гомельчана в этом занимают лидирующие позиции. И все-таки, Андрей Эдуардович, если говорить о проблемах, о них нужно говорить для того, чтобы развиваться, болевые точки сегодня нащупаны? По моему мнению, в организации есть четкое понимание, что нужно делать. Прежде всего, конечно, мы работаем над тем, чтобы каждый молодой человек нашел для себя что-то в БРСМ. Даже не являясь членом организации. Очень важно ребят увлечь, очень важно дать возможность для реализации. И проекты, которые сегодня реализуют Союза молодежи, позволяют это сделать. Поэтому, конечно, болевые точки есть. Нам бы очень хотелось, чтобы молодежь более активно занималась спортом, уделяла внимание здоровому образу жизни. Чтобы молодежь сегодня стремилась к тому, чтобы принести пользу своему государству. Чтобы молодежь как можно меньше думала о возможном переезде. К сожалению, есть и такая проблема. Проблемы трудоустройства, проблемы в том числе материального благополучия, заработной платы. То есть, это те проблемы, которые сегодня волнуют многих молодых людей. Здесь есть все, чтобы решать эти проблемы. Вот это самое важное. Еще один инфоповод для разговора. Не так давно в Москве прошел форум регионов. В очередной раз в России заговорили о создании единой молодежной организации. Насколько может быть полезен опыт Беларуси по построению вот такой структуры? Как считаете? Знаете, мы и Российская Федерация, и Республика Беларусь, и некоторые другие страны, ведь используем до сих пор очень хороший опыт советский комсомола. И мы говорим о том, что не нужно этого стесняться. Ведь комсомол это движение, которому в следующем году исполняется 100 лет. Просто где-то эти традиции сохранили и возразили? В Беларуси как раз эти традиции сохранили. В России провозгласили национальную идею, патриотизм. А как реализовывать эту идею, если несколько тысяч организаций? Но есть союз молодежи, есть Республика Беларусь, которая в данном случае является, знаете, по-хорошему так, площадкой инновационных вот этих всех форум. И глядя на то, как сегодня развивается молодежная политика, мы абсолютно делимся своим опытом и показываем, мы хорошо взаимодействуем с различными организациями. И я уверен, что это взяли на вооружение. И все-таки, возвращаясь к форуму регионов, который прошел в Москве, многие до сих пор обсуждают озвученную вами инициативу во время форума регионов об отмене роуминга между Россией и Беларусью. Признайтесь честно, верите, что эта идея все-таки получит воплощение в жизни? Мне бы очень хотелось, чтобы это было реализовано. Это предложение, оно, как говорится, от земли. Мы с вами, приезжая в Российскую Федерацию, иногда платим за роминг огромные деньги. Таких людей десятки тысяч. Если люди от этого выиграют, я считаю, что это будет уже очень и очень правильно. Мы, по крайней мере, будем знать, кого благодарить. Нет, спасибо, но это идея молодежи. Я лишь озвучил ее, ту идею, которую сегодня принесла молодежь и просто попросила, давайте вот скажите об этом, потому что мы хотим дружить без вот этих барьеров. Спасибо за это интервью и до новых встреч в Гомеле. Спасибо вам. Спасибо.